Здрасте, 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 добрый вечер, здрасте, здрасте. Понемножку становлюсь популярной, но у меня сейчас такой уровень популярности, что мне людям приходится объяснять, откуда они меня знают. Я недавно зашла в магазин возле дома, и там девушка на кассе такая, «Откуда я вас знаю?» Я думаю, может, оттуда, что я уже три года у тебя хлеб покупаю. Я мисс Тандырная лепёшка, молоко и яйца на сваре. Ну просто странная ситуация. Недавно пара в магазине начали спорить, я это или не я, спорили шёпотом, ну таким шёпотом, который, знаете, за километр слышал, они просто шёпотом орали. «О, где-то она, а где-то не она?» Я уже хотела подвести, такая, «Это я. Чё орёте?» Не знаю, меня больше раздражают люди, которые, когда хотят сказать тебе секрет, при всех говорят, типа, непонятно. Ко мне как-то подошёл коллега, ты говоришь, «А ты в курсе, что Камила от Армана залетела?» Да просто чего он думал, что никто не поймёт, весь офис в курсе, что Камила от Армана залетела, что секретарша спит с директором. «Всё благодаря тебе!» Его даже директор, когда увольнял, он такой, «Это потому что ты много, ты не здесь». Не знаю, странная ситуация. Недавно меня девушка напугала, я шла по улице, она идёт мне на встречу, она такая, «Ты!» Я говорю, «Я ничего не сделала». Она говорит, «Вы же стендапер, можно сфоткаться». И мы делаем селфи, она смотрит, такая, «Не переживайте, я фильтр поставлю». Я до этого не переживала. Просто сейчас эти фильтры в Инстаграм меня вообще удивляют. Девушки, к которым заходишь, и у них прям все фото с фильтром. Я думаю, зачем? Тебя всё равно увидит. Ты когда-нибудь выйдешь из дома, не знаю, проголодаешься. Те, у кого был мой мир. Те видели эту жизнь такой, какая она есть. У нас был единственный фильтр, это правильный ракурс. Когда ты телефон чуть-чуть повыше держишь, всё, у тебя глаза большие, щеки худые, второй подбородок спрятан за первым. Идеально. Меня вообще пугает, насколько сейчас стали важны соцсети в нашей жизни. Вот передо мной недавно стояло два взрослых солидных мужчины, и они на полном серьёзе обсуждали ТикТок. И один такой, ты знаешь, ТикТок не прощает ошибок. Что? Ну, охота на медведя не прощает ошибок. Так странно. Но для меня сейчас тоже соцсети важны, потому что я недавно обнаружила, что меня мама отписала от себя в Инстаграм. Я думаю, а ты что там выкладываешь, что мне нельзя видеть? Я теперь боюсь, что куда-то приду, мне скажут, а вы же дочка этой, вебкамщицы. Но я думаю, я нашла причину. У меня родители в разводе. Я, кстати, тоже в разводе. Вот у меня сейчас сын подрастает. Я надеюсь, он продолжит эту добрую семейную традицию. Я думаю, можно я поэтому отписала. Просто посмотрела, такая, блин, так бывшую напоминает, так бесит. Заблокировала. Мы сейчас часто летаем на гастроли через поиск дешевых билетов aviasales.kz И мне все нравится, но есть минусы. Это соседство с другими комиками. Я объясню. Я недавно была в одном номере с Мадиной Байболовой. Это тоже стендап-комик, девочка. Хотя так и не скажешь. Так, кто не понял, Мадина... Это, короче, Зарина, которая не похудела. Зарина, которую вылечили. Волшебным пенисом. Ладно. И я выхожу из душа. Она моим дезодорантом мажется. Я в шоке. Я говорю, ты что делаешь? Она такая, а что? Я говорю, ничего, как тебе запах? Ну, еще так щедро мажет. Просто от локтя до колена. Толстым слоем. Я думаю, что делаешь? Ну, ты не хлеб, это не рама. Так, для щеглов. Рама. Это маргарин. Со вкусом нефти. Ты его в кашу кладешь, он даже не тает. Там просто бензиновое пятно расплывается. Да, и она моим дезодорантом мажется. И дальше еще хуже. Я ей говорю, ничего, что это мой дезодорант. Она такая, а фу. В смысле фу? Обидно? Я прям хотела ее всю вот так намазать, чтобы у нее от брезгливости скочил. Но я отомстила. Я ей сказала, что у нее теперь одна подмышка постареет. Она у меня в телефоне, а теперь старая подмышка байболова. Еще у меня растут подписчики сейчас. И пошли эти подкаты в инстаграм. Турки кому-нибудь писали? Вот вы им не отвечаете, они теперь мне тоже пишут. Мне недавно написал один турок. Ну, сначала поухаживал за мной, полайкал мои фотки. Картинку цветов отправил. Ну, добивался меня. Я чуть не поддалась. И он мне написал «Салем Манкен». Я начала гуглить, что такое Манкен. Оказывается, из турецкого означает «модели». Вот если вы не знали, как в жизни выглядят модели. Получается, вот она красота. Капец, обидно было засмеять. Но иностранцы, когда пишут, это приятно, потому что они тебя хвалят. Типа, ты красивая, ты ценность. Наши парни, когда подкатывают к тебе, хвалят при этом себя. Он такой, да, я крузак продал, не знаю, что взять. То ли Камри, то ли Прадик, то ли за чайник кредит закрыть. У нас парни наглые. Они верят, что женщин до сих пор намного больше, чем мужчин. Ну, я погуглила, статистика уже изменилась. У нас почти порно. Все, вы уже не в красной книге. Уже не выпендривайте. Ну, вы выпендриваете, а турки не дремлют, понимаете? Раньше девушка такая, «Ой, Жасланчик не пишет, может самой написать». А сейчас она думает, Жасланчик не пишет, зато пишет Арманчик, Кемальчик и Мустафа. Нет-нет, Зарина еще пишет. У нас очень наглые парни. Мне как-то один вообще незнакомый чувак написал, приезжай ко мне, детка. Я думаю, я тебе не детка, я бабка. Я вам пишу, с чего мне к тебе приезжать. Он пишет, у меня есть пиво. И самца. Я думаю, не потянешь ты меня. На всякий случай уточнила, игра, самца с чем? Еще столько извращенцев в интернете сейчас. Вот мерзкая история, но об этом надо рассказать. Мне какой-то парень прислал в личку видео, где он в ванной в мыльной воде мастурбирует. Еще и на выступление решил прийти. Хочет лично показать ему. Зачем? Я не уролог. Но я хоть и не врач, а диагноз поставил. Такому кажется, это дебил. Ну просто, что он хотел сказать? У меня есть член вода и мыла. И как реагировать? Я такая, ну, лайк. Очень много извращений. Мне кажется, каждой девушке хоть раз в жизни писали, хоть шкуни. Вот я слышу, кому писали. Я не знаю, зачем они это делают. Это не работает. Я ни разу не слышала историю, что девушке написали, хочешь шкуни? А она такая, да, хочу, пиши адрес. Мне кажется, ты ему если так напишешь, он сам охренеет. Такой, да пошла ты. Озабоченная. Пойду маме пожалуюсь. Серьезно, мне один как написал, хочешь, вылежу тебе киску. Я думаю, кухню мне вылежи. У меня 39, это более ценно для меня сейчас. Серьезно, мужчины, вот эти ваши дикпики вообще не возбуждают. Меня мой робот-пылесос больше заводит. Тем более, он у меня сейчас с функцией влажной уборки. Он вылизывает всю квартиру, я такая, мой тигр. Пойдем, помоем тебе фильтр. Я просто подумала, раньше же были вот нормальные извращенцы. Ну, помните в парках, в плащах? Это тоже неприятно, но человек хотя бы приложил усилия. Он пошел домой, снял трусы, надел плащ, пришел в парк, стоял там 40 минут за березой в минус 30. Добывал себе простатит. А сейчас они дикпики присылают. Это же так странно. У меня, допустим, ни разу в жизни не возникало желания отправить кому-то фото своих половых органов. Чтобы я увидела в Инстаграм симпатичного парня, и говорю, о, какой симпатичный, опа, лови. Ну, я подумала, я думаю, может, наука это как-то объясняет. Я начала гуглить, и первая же статья меня просто убила с первых слов. Там было написано, наука не знает. Понимаете? Наука не может объяснить. Я прочитала историю. Какой-то девушке в Фейсбуке прислали дикпик, и она решила защититься, и в ответ начала ему отправлять фотки других дикпиков. Как будто она такая, у вас у всех общее хобби, вы должны дружить. 50 дикпиков отправила. Прикинь, я думаю, ты где столько взяла? Капец хозяйственная, просто ничего не выбрасывает, все складывает. И прикиньте, Фейсбук ее заблокировал. Я думаю, это что, это превышение самообороны? По правилам, только один дикпик можно. Очень странно. И причем, со мной произошла похожая история. Мне прислали дикпик, но не голый, а знаете, вот так через одежду, он вот так очертание. Я прямо хотела отзеркалить, знаете, как девушкам в обтягивающей одежде пишут, тоже хотела написать, да снимай уже до конца, все видно уже, шлюха. Я решила его наказать. Я думаю, я сейчас за скринью выложу в сторис, чтобы ему было стыдно, но сначала надо же извиниться перед подписчиками. Я написала в сторис слово «простите» и потом «скрин дикпика». И инстаграм «скрин дикпика» удалил. И у меня в сторис просто слово «простите». Как будто суициднуться собралась. Но я решила, все равно я буду защищаться. Если мне еще раз пришлю дикпик, я в ответ отправлю фото вагины. Не своей Мадины, мы в одном номере были. У меня все, спасибо, вы прекрасная публика. Посмотрел на эту лошадку и думал, ты же можешь сбежать, ты сильный, а тебя держит Аташка мой, шал, ебан ему. В чем проблема, почему ты не можешь сбежать? И вот, чтоб отучить меня от этой жалости к животным, они решили, что надо клин клином вышибать. Я поэтому в 6 лет впервые убил животное. Убил петушка, а заказчиком была моя Ажека. Естественно, в криминальных кругах известна как дикая Нагима, страшная женщина. Я клянусь, я даже подумать не мог, что бабушки могут быть такими. Вот она мало того, что хладнокровно убивала, она в этот момент пела. Просто, понимаете, перья летают, птицы орут, и она стоит. Самая ужасная, она мне потом те же песни пела перед сном. Я не то, что не спал, я не моргал, я думал, зазевался, все одет, лови. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, рекомендуйте это видео друзьям. Подписывайтесь на наш канал.